Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 15 сентября, пятница. Сегодня у нас экспирация месячных опционов. Будет, наверное, весело. Но, опять же, происходит это в канун еврейского Нового года, праздника Рашишана. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех подписчиков, кто имеет к этому отношение. С Новым годом желаю записи в книге жизни, здоровья, процветания и всего самого хорошего. О вчерашнем дне. Вчера основными такими событиями дня были экономические номера. Вышли номера по PPI, по Retail Sales и IPO, многоожидаемая компания ARN. Остановлюсь более подробно на этих событиях. Если мы говорим о номерах, то PPI вышли выше, чем ожидалось. Говоря нам о том, что цены на промышленные товары поднялись. А Retail Sales тоже вышли выше ожиданий. Что, в целом, помогло рынку вчера переварить эти номера. И рынок пошел на номерах наверх. Хотя я ожидал противоположной реакции. Поскольку 10-летние облигации отреагировали на это негативно. Поднявшись в доходности на 4 базовых пункта. Но, в целом, хорошие номера по Retail Sales показали, что потребители готовы пока тратить деньги. Что экономика все же как-то, но растет. Поэтому рынок, в целом, вчера отреагировал на данные события позитивно. Опять же, противоположность предыдущему дню. Вчера лучше вели себя акции компаний малой катализации, которые поднялись на 1,4%. Неплохо вели себя сектора недвижимости и utilities. А также вели себя хорошо всяческие компании, связанные с ресурсами. Это и нефть, и уголь, и минералы, и металлы. Все это вело себя вчера хорошо. Технические и технологические компании, которые вчера поднялись на 0,8%, вели себя вчера более скромно и практически не поднялись. То есть, вчера у нас рос более в широком смысле рынок, и технологические компании где-то оставались в тени. Из таких основных муверов вчера хочется, конечно, отметить IPO Arm, которая открылась чуть выше ожидания, открылась по 56 долларов. Закрылась вчера компания очень сильно. И мы видим, она торгуется в плюсе по сравнению со вчерашним закрытием. Опять же, видимо, повлияло то, что компания связана с искусственным интеллектом, с ней будут сотрудничать и NVIDIA, и ряд других полупроводниковых компаний. Поэтому, в целом, новость положительная, и, наверное, она все же позитивно сказалась вчера на рынке. Опять же, не совсем понятно, почему пошли ресурсные компании наверх. Опять же, это нам говорит о том, что идет такая, скажем так, обратная ротация из gross value. Если, допустим, пару дней назад шла совершенно обратная ситуация. Но при этом нефть у нас растет. А нефть растет, растут цены на ресурсы. Но вчера после закрытия от репортала компания NUI немного хуже, чем ожидалось. И сегодня металлургические компании немного падают. Тоже после закрытия вчера от репортал домостроитель Lennart, который, в принципе, побил по всем фронтам. Но как-то позитивно на это почему-то не отреагировал. Видимо, все эти ожидания уже были заложены в цену акции. Поэтому, если мы смотрим по основным индексам, то NASDAQ у нас закрепился выше отметки 50 и moving average. S&P тоже выше критического уровня в 4500. В целом, все позитивно. И мы достаточно уверенно подходим к следующему заседанию Федерального резерва, которое состоится в следующую среду. И 97% того, что ставка поднята, не будет. Также многие считают, после подъема ставки на 0,25 европейским центральным банкам, которые сказали, что эта ставка будет подъем последний, все считают, что в Америке, скорее всего, остался один подъем процентной ставки и не более того. Но, опять же, сейчас по-прежнему ряд аналитиков рассуждают о том, что ралли это, на самом деле, не сильно имеет потенциал продолжения своего. Потому что сейчас, если мы смотрим на акции, на облигации, то двухлетние облигации платят на 5% годовой доходности, чего не было с 2006 года. И при такой доходности, допустим, инвестировать в облигации, это намного безопаснее и, возможно, и более прибыльно, чем инвестировать в акции. Поскольку найти акции, например, создать портфель, который вырастет более 5% и вырастет S&P в следующем году, более 5% тоже, на самом деле, не сильно, ну, я уверен в этом, поскольку эвалюации компании сейчас достаточно дорогие. И при дискаунт кэшфлоу модели, которая использует в себе доходность по, то есть, извиняюсь, ЕЛ по 20-летним, это более долгосрочным облигациям, дисконтирует стоимость текущей акции, которая действительно сейчас является переоцененной, при том, что S&P торгуется соотношением цены к прибыли больше, чем 19%, что выше исторических значений. Поэтому многие сомневаются в продолжении роста рынка и, как мне кажется, лишь более такая, скажем так, политика Федерального резерва на снижение ставки, на уменьшение QT, возможно, переход к QE, смогут реанимировать рынок и вернуть акции к росту. То есть, то, что мы видим сейчас, это, скажем, остаточная часть того процесса, которое началось с тем отчетом NVIDIA, на котором заговорили об искусственном интеллекте, и мы сейчас отыгрываем остатки этого, пытаясь найти какие-то компании, которые будут бенефициарами роста искусственного интеллекта, пытаясь убедить себя, что искусственный интеллект – это сильная технологическая революция, каковой она и является, которая действительно выведет рынок на другие высоты. Но, опять же, все это как бы пока лишь в перспективе, эвалюации на компании действительно очень высокие, и мы пока не увидели роста прибыли компаний. Поэтому, опять же, я рекомендую в такой ситуации оставаться достаточно консервативным, какую-то долю портфеля инвестировать в ресурсные компании, поскольку, вот если мы посмотрим, например, на угольную компанию AMR, которая росла не хуже, чем ARM, поскольку вот две компании, многие считают, что она вчера выросла на IPO ARM, поскольку они отличаются лишь композицией букв. А вот, поэтому вот компания выросла очень существенно за последние несколько месяцев, почти что вдвое выросла, и, конечно, вот многие смотрят и думают, а как долго это может продолжаться, чтобы уголь так рос в цене. Вот, поэтому, конечно, вот эти процессы роста цены на нефть, на уголь, на другие, ну, скажем так, источники топлива, ведет за собой рост инфляции, которая, в принципе, никого не напугала в текущем месяце, но, опять же, этот рост продолжается, похоже, что нефть не собирается останавливаться в своем росте, поэтому, опять же, моя идея в том, что в вашем портфеле какую-то его часть должны занимать акции ресурсных компаний. Остальное – это технологические компании, желательно прибыльные, никакой вот альтернативной энергии, но единственное, что вот хотел обратить внимание на компанию ИНПХ, которая вроде бы начала пытаться оформлять свой возврат, 120 долларов, можно так сказать, она удержала, хотя падала до 118. Посмотрим, как акция будет вести себя сегодня. Пока мы видим фьючерс на позитивной территории. Сегодня, возможно, будет достаточно малообъемный день, опять же, напоминаю, за праздник Рашишана. А поэтому я не рекомендую принимать какие-то резкие действия. Смотрим за компаниями быстрорастущими, которые вчера были слабы. RKK вчера был плюс 0,41%, практически не повлияв на движение акций. Большинство из них были либо в нуле, либо в минусе. Поэтому посмотрим, как себя поведут эти акции сегодня. Вот как поведут ресурсные компании. Сезон отчетов полностью, практически закончен. Это все, что я хотел бы рассказать сегодня. С вами был Саймон Брагинский. Всего хорошего и до свидания.